Россияне стали сажать больше овощей, нежели цветов, сообщает общественная организация «Садоводы России». В этом году на 50% повысилась продажа семян овощных культур и снизилась реализация семян цветов. По мнению экспертов, причина таких приоритетов – новые экономические условия. Импортные овощи стали слишком дорогими. А какой картофель на столе у жителей Неницкого округа выясняла моя коллега Валентина Чибичик. Николай Николаевич – огородник с 50-летним стажем. Традиционно лето встречает с лопатой в руках. Полторы сотки земли кормят семью из десяти человек. Урожайность картофеля – от пяти до семи штук на один посаженный клубень. Собранного урожая хватает до следующего сезона. Правда, прошлогоднее лето немного подвело. У всех было плохо. Погода была такая, что было плохо. Короче, здесь я живу где-то уже в районе 50 лет. И вот первый раз покупаем картошку. А всегда свою ели. Наринмарцы негодовали. Покупая кировский картофель за 40 рублей, зимой и вовсе за килограмм приходилось отдавать по 70-80. Всё-таки родная, а не египетская картошка и вкуснее, и дешевле выходит. Этому принципу следуют и жители сёл. Практически на всей территории округа выращивают один из главных продуктов питания. У себя у домов устанавливают теплицы, где выращивают помидоры, огурцы, перец. На порядках сада идёт капуста, морковь, укроп, редис, лук. Под осенью уже сходил, нарвал свежего картофеля своего. Она, естественно, дешевле. В Неси из 350 домов огороды имеют 190. Новые дома, которые строят теперь на болотистой местности, тоже без огородов не остаются. Хозяйственные люди привозят землю и делают на степные гряды. Так что огурцы и морожка, растущие рядом, вполне обычная картина для канинцев. Исключение в этом списке – посёлки на побережье Северного Ледовитого океана. В Амдерму, Усть-Кару, Бугрино картофель завозят авиаморским и наземным транспортом. У нас нет огородов, потому что у нас светочная мерзлота, и здесь ничего не растёт. Смножаемся с Коми-Республики, с города Баркута, с наземным транспортом, вездеходами возят. В Наринмаре спрос на дома с участками превышает предложение. По данным Агентства недвижимости, горожане всё чаще делают выбор в пользу участка под индивидуальное жилищное строительство, нежели трёхкомнатные квартиры. Хотя в цене они практически одинаковы. Экономия на коммунальном обслуживании – не единственная в этом случае причина. Земельный участок, посредством индивидуального жилого дома или индивидуальный жилой дом, даёт им достаточно большие возможности с увеличением площади проживания в самой квартире. Гараж, ну и земельный участок, на котором можно возделать, выращивать то, что им необходимо. Множество теплиц по всему городу также свидетельствуют о новой волне огородничества. Стали доступнее и семена для овощей и зелени. Словом, для жителей округа частное сельское хозяйство стало хорошим подспорьем в новых экономических условиях.